В этом лагере юные православные новосибирцы отдыхают уже несколько лет подряд, но и повзрослев не оставляют его, а приезжают потрудиться вожатыми. С тем, как проходит летняя спена в Радонеже, познакомился и глава епархии. Слово нашим коллегам из новосибирской митрополии. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим посетил детский православный лагерь «Радонеж», в котором отдыхают учащиеся православные гимназии и детских воскресных школ. Визит митрополита Никодима в лагерь начался совместной молитвой, молебной преподобному Сергию Радонежскому у часовни. Владыка отметил, обращаясь к детям и воспитателям, что любое дело важно начинать с молитвы. Помогай Господь, главное начать любое дело с молитвы, тогда все будет хорошо. Большинство отдыхающих – воспитанники православной гимназии в имя преподобного Сергия Радонежского, поэтому свято является небесным покровителем лагеря. Владыка Никодим благословил проведение сезонов, и дети сейчас могут заниматься, молиться, трудиться, петь, читать и вместе проводить свой день. Это очень важно, когда дети имеют возможность и начать день с молитвой, и завершить день молитвой, и в то же время иметь такие благодатные возможности, занятия спортом, искусством, отдыхом. Силами хоровых коллективов гимназии был организован концерт. Дети младших, средних и старших классов исполнили патриотические и народные песни, а также духовные песнопения. В лагере дети имеют возможность учиться хоровому пению, принимают участие в спортивных играх и творческих конкурсах. Многие дети отдыхают в лагере несколько лет подряд, а повзрослев, приезжают работать вожатыми. Здесь, как дома, даже лучше можно сказать, что здесь ты почти весь день находишься на улице. Можешь общаться с друзьями. У нас каждый день проходят игры разные. В лагере «Радонеж» я несколько лет отдыхала как ребенок. Сейчас я работаю вожатым. Вот такие же дети занимаются с своими руководителями хором. Дни всегда проходят очень ярко, очень много разных мероприятий хороших. Детям очень нравится, но мы, конечно, стараемся им помогать, играть с ними, что-то устраивать, такие интересные мероприятия. Конечно, хотелось пожелать вам, чтобы детство было всегда счастливым. Но оно по определению должно быть счастливым. Ребята должны быть счастливы, радостны. И все должно быть так, как у ребенка, как положено. Так, чтобы потом, когда старники взрослыми, с радостью вспоминали то время, которое провели в детском лагере, когда все были дружно вместе.